Которых ему и шансы не давали, а он все-таки смог это сделать. Попкинс, боксер уникальный во всех отношениях. И не только потому, что он так долго держится на ринге. Не потому, что у него колоссальная самодисциплина. Фантастическая самодисциплина, которую он проповедует и гордится. Это боец универсальный, всесторонний, рациональный до скуки. Очень многие бои с его участием не вызывали такого уж страшного ажиотажа. Он не был таким оголтелым, что называется, любимцем публики, как многие-многие. Возьмем хотя бы Артура Гань. И при этом это был боец, который всегда мог подобрать ключик к любому сопернику. Что мы увидим сегодня? Я думаю, когда бой начнется, я попытаюсь предугадать, как и многие, как поведет себя Хопкинс. В первую очередь, как попытается повести себя Хопкинс, потому что у Чеда Доусона шансы, конечно, и велики в этом бою. В первую очередь, я хочу подчеркнуть в этот первый-очет, который был в последний-очет, который был в последний-очет, Из самых интересных журналистов, из самых известных историков бокса. Вот здорово. На стуле лежит его шляпа и его неизменная сигара. Я хорошо знал Берта. И, честно вам скажу, мне будет здорово не хватать этого человека, его чувство юмора, его язвительного, парадоксального ума и его совершенно энциклопедических знаний о боксе. Когда-то в начале, когда мы только начинали программу «Большой ринг», Берд снялся в моей программе и потом появлялся еще пару раз. Да, бокс многое потерял с выходом Берта. Из Массачусетса, Нью-Йорка, Нью-Йорка. Нью-Джерси, студия сбоку, Эд Коттон, рефери в ринге. Напоминаю, все это шоу организовано. Голден бой промоушен компании «Оскара Галахоя» и «Гэри Шоу» компании. Итак, претендент. 29 лет, 1,87 м рост. Нью-Хейбен, штат Коннектида. Там, где он живет, 30 побед, 17 побед нокаутом, всего лишь одно поражение. Экс-чемпион мира по двум версиям сразу, в прошлом. Чет Доусон. Чет Доусон. Нокаутом. Две ничьих. Чемпион мира по версии «В» и «Ринг Магазин» Бернард Хопп. Эд Коттон сейчас даст последние установки боксерам. Ну, ритуал такой. Бернард Хоппинс побежал. Бернард Хоппинс побежал более ярких боксеров, чем он сам. Я уже говорил, что это невероятно рациональный боксер. И поэтому, может быть, он не вызывает такого восторга. Я имею в виду его исполнительское мастерство. Он выбирает самые простые, самые эффективные ходы в бою. И они не всегда радуют публику. Tao. Сегодня, конечно, для него серьезное испытание. Потому что он, в общем-то, ну что тут говорить… Возраст. Самый враг Бернарда Хоппинс. Хотя Сколько бы не говорили о том, что он стар Что он уже истратил, так сказать, свой порох А выиграть у него Мало кому удавалось Как мы с вами знаем Что будет делать Хопкинс, как многие думают Из таких боксерских мудрецов Которые много повидали Хопкинс сейчас будет пытаться сбить с куража своего противника Он переведет бой в такую тягучую игру Чтобы не тратить силы Чтобы сберечь свои силы Попытаться довести до поздних раундов эту схватку С тем, чтобы там прибавить, взвинтить темп А вот, что касается Доусона То я уже говорил, что у него есть все Для победы, кроме одного Есть одна нехорошая черта Которую все подмечали в действиях Доусона Этот боксер очень часто При даже своем преимуществе Как американцы говорят, теряет фокус в бою Он вдруг становится рассеянным Даже такое впечатление происходит, что он теряет интерес к происходящему Вот странно, да? То есть, если для Бернарда Хопкинса бой это рутина Которая он здорово ориентируется То вот Чет Доусон Ну, может быть, я излишне драматизирую Иногда временами впадает в какую-то странную прострацию Конечно, главная задача Хопкинса Это подловить противника на правый удар Перед ним левша А уж с левшами Хопкинс разбирался всегда очень здорово Они для него никаких проблем не составляют Вот показательный первый раунд Если публика ждет от Хопкинса Каких-то невероятных ходов, каскадов, приемов Взрывов Блестящей импровизации Я думаю, она будет обман Ничего такого Хопкинс им не покажет Он будет искать примитивные с виду Но очень правильные, очень конкретные ходы И больше ничего Такой математик в этом углу сейчас сидит И тут, говорят, математики есть, романтики А вот Хопкинс даже в боксе не романтик Когда я говорю о примитивных Ходах То это к Хопкинсу не относится Я говорю простые Но они далеко не примитивные Просто он все делает вовремя Он все время считает на 2-3 шага вперед Он может предсказать действия соперника Если что, его и подведет Так это его физическое состояние А вот за ним-то он как раз и следит всегда Здорово, потому что он хвастает тем, что его самодисциплина Она, в общем, несравнима Ни с чьей вообще такой спортивной позиции Потому что он, ну мало того, что он не пьет, не курит И не позволяет себе набирать лишние килограммы Фунты Он просто конкретно как врач следит за своими дорогами В общем, весьма рациональный джентльмен Конечно, задачка не из легких перед Доусоном стоит Потому что Хопкинс очень хорошо ориентируется в ринге И его запереть там очень сложно Если он не заходит к канатам, к углам То потому что сам этого хочет Тянет противника на себя И его правая рука, я имею в виду Хопкинс Это вообще реальная угроза, конечно Тут идет такая партия, что называется Здесь Кто-кого обманет Я думаю, что если Чет Доусон втянется в эту игру То шансов у него будет мало Потому что переиграет его Хопкинс Здесь нужно действовать Используя свой атлетизм Свою мощь и скорость Больше ничего Чет возвращается в свой угол Немножко разочарованный Вот обратите внимание на этот эпизод В этом весь Хопкинс Вы заметили? Как бы невзначай, да? Но он врезался головой сначала в подбородок Потом в бровь Противник Потому что помимо высочайшей техники Изобретательности Хопкинс еще и большой спец по грязным трюкам Причем он делает это настолько ловко Что, в общем, уличить его в намеренности очень трудно Должен в атаке Пока не достал У Хопкинса потрясающее чутье в защите Просто как ртуть Зацепить его очень сложно Честно говоря Я помню Лет 10, сколько уже прошло времени Когда он вышел против Феликса Тринидада Которую называли артистом нокаута Но казалось, все Тут-то у Хопкинса шансов нет Феликс был Такая странная вещь в себе Объяснить его действия были очень сложно Откуда что там вылетало Причем совершенно убийственный удар Особенно слева И ничего ему не помогло в бою против Хопкинса А ему уже тогда было 37 лет Вот еще можно обратить внимание на Хопкинса В чем его класс Вот эти неожиданные повторы Мало того, что атака у него неожиданная Так он ее и повторяет Всегда внезапно Не знаешь, когда он оторвется Когда навалится на тебя Когда тебя схватит Когда сместится в сторону Хопкинсу приходится Объясняться Сейчас И Эдик Хоттен И Чет Доусон Прекрасно понимает Что от него можно ждать Неприятностей Не только В чистом поединке Каждую Каждую возможность Хопкинс использует С тем, чтобы Доставить неприятности сопернику Не просто за счет удара Он виснет на нем Гнет его под себя Толкает Бьет плечом Может задеть головой Как бы не означает И все это Как бы В процессе Как бы нечаянно Видите, как попасть в Хопкинсу сложно Все идет В плечи, в перчатки Вот В этом весь Хопкинс Вот как ты не старайся Ничего у тебя не получится И это тоже, кстати говоря Не потому, что он такой Эмоциональный Хопкинс Нет Он хочет, чтобы Эмоциональным был Его соперник Чтобы он вышел из себя Чтобы потерял Контроль над собой Ну вот Результат стараний Хопкинса Мы видим На левой брови Чеда Доусона Вот скажет доктор И, конечно, доктор скажет Что можно продолжать Но ненадолго И Хопкинс словно знает Откуда вылетит удар противника И в какой момент Этот еще только задумал Атаку слева А Хопкинс уже садится вниз Синхронно прямо с ударом Четвертый раунд идет Чеда Доусону Ничего не удалось сделать До сих пор И пока что Бой идет Под диктовку Толкнемся Хопкинс Хопкинс Я думаю, тут очень важно темп изменить Доусона. Потому что, в принципе, то, чего Попкинс добивался в начале боя, а добивался он просто такого темпа, чтобы он мог плести свои вот эти вензеля, чтобы ему не мешали, и Доусон так и не удалось до сих пор его стеснить, что называется. Вот это стихия Попкинса, а Доусон этого не понимает. Здесь нужно делать больше, больше, много больше. И тогда, может быть, даже Попкинс начнет делать ошибки. Ну да, серьезное рассечение. Хотел быть, слуякий шум animal. Странное дело, вот сколько я видел рассечений в бою с Хопкинсом, они все были у его противников. Ну правильно, правильно говорит Хопкинс, правильно, потому что мы видим, что Хопкинс намеренно пытается рассеять в противник. Помните предсказание кое-кого из американских журналистов вам приводилось, что Доусон слишком большой, слишком сильный, слишком быстрый для Хопкинса? Ничего из этого пока не оправдывается. В центре ринга Доусон ничего с Хопкинсом не сделал. Его надо отсекать от свободного пространства. Сделать это очень сложно, но все-таки иногда можно. А в центре ринга Хопкинс не позволит ничего сделать с собой, потому что он превосходно чувствует дистанцию. Вот раз за разом Доусон пропускает момент атаки Хопкинсом. Конец пятого раунда. Ничего пока не клеится у Доусона. Конечно, поразительное чутье у Хопкинса, потому что, в принципе, он держится как бы на нормальной дистанции. Но когда что-либо пытается предпринять Доусон, он делает такие скользящие полшага назад, и Доусону приходится тянуться в своей атаке. Не шарахается Хопкинс, не убегает от противника. Ну, просто чуть сместился, причем это очень трудно заметить. А Доусон уже не достает. Ну, правильно все тут говорят. Надо работать. Тем более, что в отличной форме Чет Доусон. Видите? Он дышит спокойно. Ну, а что? Он позволил именно Хопкинсу выбрать нужный Хопкинсу темп. Потому что на первый план здесь выходит частота боевых действий. А она, слишком высокая частота Хопкинсу, невыгодна, потому что там он свою изворотливость проявить не сможет в полной мере. Видите? Доусон пропускает даже атаки противника. Хопкинсу не очень успешный. А ведь полбоя уже, считайте, прошло. Это вот типичная ситуация для любого боя с участием Хопкинса. И именно он может заставить и чувствовать, и выглядеть беспомощным противником. Слишком долго думает, слишком долго собирается Чет Доусон. Вот сколько времени прошло, Чет Доусон ни разу не смог перехватить ни одну атаку или контратаку Хопкинса. Конец шестого раунда, который был похож на предыдущий раунд. Вот обратите внимание, хочу вам напомнить, я говорил о том, что попытается сделать Хопкинс. Он попытается провести все вот эти раунды в среднем темпе. Он будет таскать за собой противника, заставлять его промахиваться и перевести весь бой, попытается, в поздний раунд. Там он может активизироваться. Оттейшить своих звездов в церкви. Стоп с Gomачевым, но для этих брянетей обе тамда, очкость их RightTi Ez соз. ни одной царапины, ни одной ссадины на лице Это фантастическое здоровье этого парня, даже не знаю, можно его парнем назвать Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаю, это 12 раундов боя в полутяжелом DC За титул чемпиона мира по версии WBC и журнала RING Бернард Хопкинс против Чеда Доусона Чеда Доусона, у которого пока ничего не получается Вот так бывает, и мы привыкли к этому, что в спорте, особенно в боксе Опыт и возраст как-то вот не совпадают Уникальный случай это Бернард Хопкинс Возраст, опыт и физическая готовность Вот кто не совпадает у всех остальных и совпадает у Бернарда Хопкинс Человек набирается опыта, когда он выходит из возраста активного спортсмена Все мимо Хопкинса летит Все удары Сvs. Бернард Хопкинс Пwareнхами Сочка Бернард Хопкинс Бери Бернард Хопкинс Бернард Хопкинс В общем, тут, честно говоря, нечего мне вам переводить, потому что в углу Фопкинса всё идёт как по-описанному, но они там понимают, а у Чидо Доусина, по-моему, вообще полная растерянность. Одна из небольших удач Доусина сейчас была на ваших экранах. Доусин уже просто пытается силой затолкать Хопкинса канатом. Обмануть не удаётся, просто использовать тактику бульдозера. Я думаю, что Доусин тоже понимает, что будет-то к концу движется. Успех за все. Смехов нет, мне кажется, что поздновато он начал, хотя время еще есть, конечно, но за оставшиеся раунды он не сможет утомить Хопкинс, не успеет. Да, надо признать, что и Хопкинсу-то не удалось проявить себя, в общем, потому что на что он рассчитывал, на что все рассчитывали. Это опасная атака справа, да уж он не дает себя попасть тоже. Опас на голову идет Хопкинс, снова, снова и снова, я бы сказал. Грязный вариант выбрал Хопкинс в этом раунде. Хватит кланяться, говорят. Хватит кланяться, Хопкинс. Хватит кланяться, он не пренебрегал в последнее время. Все-таки вызывает восхищение, хотя и с негативным оттенком. Это умение Хопкинса дозировать свои нарушения так, что они не выглядят системой. Изобретательный вообще джентльмен, ничего не скажешь по этой части. То он мучает противника захватами, такими незаметными, но опасными ударами локтей, предплечем, головой. То переводит все в такую чистую игру, потом как бы внезапно подворачивается случай. Пойди и упрекни его. Все-таки, да, большой мастер. Ничего не скажешь. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Давай. Я не могу. Стоп, 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 стоп. Меня, конечно, во всей этой истории больше всего удивляет Доусон. Мы прекрасно понимаем, что колоссальный опыт, талант, изворотливость, великолепные нервы и отличный мозг у Хопкинса. Но Доусон тоже не лыкомщик. И все ожидали, что он, в общем, лучше себя должен был проявить в этом бою. ВОЭ. ВОЭ. ВО เทе. ВОЭ. ВОЭ. Как только опасная ситуация, Хопкинс тут же прилипает противник. У него этот прием отработан просто великолепно. Чем гордится Хопкинс, мне непонятно, честно говоря. Но, в общем-то, преимущество у него есть. Но, чтобы он потряс зрителей своим исполнительским мастерством, я бы не сказал. Совет такой в углу. Заставь его работать и заставь промахиваться. Пусть делает ошибки. На самом-то деле, это действительно очень хорошая тактика. Потому что бой идет к концу. И выставить противника неумехой эдаким, это, конечно, хороший ход. Неумехой, я имею в виду, неудачником таким перед судьями и публикой. И Хопкинс на это способен. Но пока он раздумывает. Пока раздумывал, получил два удара. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Относительно тактики Хопкинса. Тут он должен активизироваться. Без всякого сомнения. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну, а в принципе, здесь, конечно, чистое попадание сыграет свою роль. Потому что эти парни весят под 80 килограмм. И скорость очень высока у каждого. Кончается десятый раунд. Я, конечно, не судья, но должен сказать, что у меня складывается впечатление, что Чет Доусен для победы практически ничего не сделает. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Боюсь, что нечего тут горячиться в углу, потому что много было. Упущено возможности. С самого начала был допущен тактический просчет. На мой взгляд, конечно. Я имею в виду по части темпа. Потому что вот сейчас Попкинс будет демонстрировать, что он способен держать высокий темп. А если Чет Доусен попытается его принять, этот темп, то будет уже слишком поздно. Это ему ничего не даст. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... В общем, должен вам сказать, что Фопкинс в своем стиле выступил в этом бою. Он навязал противнику свою тактику. Он выбирал самые рациональные ходы. Они совершенно не смотрелись... Ничего захватывающего в этом бою не было. Но то, что он молодого, мощного, амбициозного парня заставил выглядеть учеником, без всякого сомнения... Все просто напуганы, если вдруг снова Фопкинс заедет, что его вот так вот бросили, покалечили. Все понимают, что в этом сумбуре виноват Фопкинс. И тем не менее, придираться не к чему. Вроде как обоюдно было. Бой не тяжелый для рефери. Потому что здесь нужно держать ухо во строк. Грязи много. И отличить намеренное нарушение правил от случайных очень трудно. Только опытный рефери может это сделать. Но Эди Коттен избрал тактику типичную для профессиональных реферей. Минимальная вмешательность. Третья наруху. Третья наруху. Третья наруху. Поздно, поздно, ребята. Поздно горячиться. Трудно верится, что Хопкинс позволит сейчас на последнем отрезке боя сделать что-то с собой. Видите, выбрасывает тройную комбинацию Хопкинс, просто набрасывает удары на противника, закрывает ему видимость в расчете на то, что хоть один какой-то удар да проскочит. П stream. Кам finа на руке, закрывать к своим, закрывать его. Нет, все авансы, которые были выданы Чэдди Доусону в предыдущих схватках, я думаю, они как-то не оправдались сегодня. Старый Хопкинс просто деклассировал этого боксера. Какой там вердикт будет, не важно. Важно то, что Хопкинс выступил в этом бою, большей частью, конечно, в качестве спойлера такого. Человек, который просто не дает ничего делать оппоненту. Но тем не менее, Хопкинс все-таки видно было, как он предвидит и предсказывает все, что противник там затевал. И заставил подчиниться своему диктату Доусону. Доусон слишком прост, слишком однообразен для того, чтобы разобраться с таким Петрованом, как Бернард Хопкинс. Субтитры создавал DimaTorzok Ждем Когда судьи, наконец, покончат со своей арифметикой. Вы знаете, умом я признаю, что Хопкинс замечательный боксер. Но только умом. Бокс в его исполнении скучен. Он эффективен. Он умеет добиваться своих целей. И он никогда не создает драмы в ринге. Блеска не заставляет восхищаться своим исполнением. Вы можете со мной не соглашаться, но я думаю, что это такая странная противоречивая фигура на современном ринге. Бернард Хопкинс. Бернард Хопкинс. Его возраст, его послужной список, его умения. И в то же время вот те бои, которые мы смотрим, в общем, зачастую... Ну, не буду продолжать. Продолжайте сами. Ничего себе! Один судья дает равный бой. Ну, что я могу сказать, друзья. По-моему, в этом углу и сами не ожидали. Чет Доусон выигрывает бой в глазах судей. А знаете почему? Потому что Хопкинс надоел, мне кажется, уже. Может, я не прав. Мы с вами были свидетелями в последнее время. Это не только мое мнение. Недавно я читал мнение Хьюстона. Все больше и больше судейских предвзятых решений. Ошибок или намеренных искажений в решениях. Я считаю, что сегодня был одной из них. Не выиграл Чет Доусон этот бой. Но я думаю, что доминирование Бернарда Хопкинса, который не привносит никакого блеска, огонька в этот спорт, может быть, это сыграло свою роль. Я ошибаюсь. Не берусь выступать в роли судьи. Тем не менее, я не думаю, что это нам слушать снова разговоры боксеров после боя. Мы с вами встретимся 5 мая, когда великое событие произойдет. Мигель Котта, Флойд Мейвезер на НТВ+. Надеюсь, Анита нас порадует. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Желаю вам всего доброго. До новых встреч. Бернард Мейвезер. When you were separated and the referee was alerting ringside officials that it was an unintentional butt, you were glaring at Bernard. You looked angry. What were you thinking at that moment? I mean, well, you know they had butts.